Привет! Rockstar Games официально анонсировали то, чего так ждали многие игроки GTA Online и Red Dead Online. Нет, речь о выходе GTA 6 пока не идет, но и без этого всех нас ждут прекрасные новости. Пока небольшая часть игроков пытались раздувать скандалы на тему отсутствия крупных обновлений для GTA Online и Red Dead Online, разработчики из Rockstar Games усердно работали над созданием мелких и крупных обновлений. Особенно стоит отметить, что начиная с марта 2020 года не только разработка, но и просто поддержание стабильной работы игр GTA Online и Red Dead Online в режиме 24 на 7 стало сложной задачей в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире. За последние несколько месяцев аудитория GTA Online и Red Dead Online выросла до небывалых размеров. Это связано с относительно недавней раздачей GTA 5 в Epic Games Store, и мы знаем, что игровое сообщество с нетерпением ждало новостей о новых материалах для обеих игр. Спешим обрадовать! В ближайшие несколько недель и та, и другая игра получат долгожданное обновление. Отслеживать информацию о грядущих обновлениях, дополнениях и значимых событиях GTA Online вы можете на сайте gtaadvete.su Red Dead Online порадует игроков новым обновлением уже 28 июля. Будет добавлен новый промысел на фронтире, роль, которая познакомит игроков с секретами натурализма, а также новый бандитский абонемент, огромное количество востребованных добавлений и исправлений, и многое другое, что увлечет игроков в ближайшие месяцы. Также скоро выйдет летнее обновление для GTA Online. Оно предложит игрокам широкий выбор из массы новых вещей и увлекательных занятий. Можете написать в комментариях, что именно вы хотели бы видеть в данном обновлении. А ближе к концу года игроков будут ждать новые большие обновления для обеих игр, в том числе расширения и дополнения существующей роли в Red Dead Online, а также крупнейшие обновления для GTA Online, включающие ограбления в абсолютно новой локации. Rockstar Games в своем официальном анонсе сообщает, Отталкиваясь от замечаний и предложений, которыми вы поделились с нами через официальные каналы обратной связи, мы добавили в предыдущие обновления ряд широко востребованных функций, в том числе игру на музыкальных инструментах в Red Dead Online, возможность управлять всеми предприятиями через главный пульт GTA Online и не только. В ближайшие недели мы планируем воплотить в жизнь еще несколько ваших пожеланий. Если вы хотите обратить наше внимание на тот или иной аспект игрового процесса, озвучьте свои предложения на странице обратной связи GTA Online или Red Dead Online. Мы стремимся к тому, чтобы проводить время в мире наших игр было интересно всем без исключения, и активно боремся с модерами, читерами, хакерами и всеми остальными, кто мешает людям спокойно играть. Только в этом году мы приняли меры против сотен тысяч игроков, уличенных в нарушении правил. Мы будем признательны вам за помощь в выявлении недобросовестных игроков. Если вы столкнетесь с читером, оформите жалобу непосредственно в самой игре, либо через соответствующую форму на странице обратной связи Red Dead Online или GTA Online. Также о нарушителях вашего спокойствия в игре можно сообщить на специальной странице gta5.su. Ссылку найдете в описании. И разумеется, впереди вас ждет еще много всего интересного, так что следите за анонсами. На этом я с вами прощаюсь, встретимся в онлайне. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!